Это Лайф и мы продолжаем в студии Алексея Репин. Поговорим о необычной погоде и природных катаклизмах. Вертолет МЧС Ми-8 вылетел на север Камчатки, где бушует лесной пожар. Там горит тундра на площади около 30 гектаров. Рядом находится село Ачай-Ваям. И именно его спасатели будут спасать в первую очередь. Защищать от огня. Отправляем оперативную группу в составе 15 человек. На борту сотрудники МЧС, специально-правно-спасательные части. 7 человек от лесоохраны Ковчатской подсистемы. Плюс отправляем специалиста Роспотребнадзора для проведения замеров в уровне предельно допустимой концентрации вредных веществ. Группировка сил и средств будет составлять порядка 50 человек. И в примитивных целях мы постепенно будем группировку наращивать. Природный пожар на севере Камчатки продолжается с начала лета. Тундра горит из-за сухой погоды. Эта территория относится к зоне космического мониторинга. То есть к борьбе с огнем приступают только в случае возникновения угрозы населенным пунктам или предприятиям. Сейчас граница пожара проходит в 7 километрах от села Ачай-Ваям. На пути окня не осталось водных преград, кроме небольшой речной протоки. Ситуацию осложняет еще сильный ветер. Сахалин вновь трясет. Только вот жители отошли от вчерашнего удара магнитудой 5,9 и уже зарегистрировано новое. Вернее, новые толчки. Всего 25. К счастью, все они были слабые. К тому же эта зона мало заселена. Поэтому речь о разрушениях не идет. Об этом сообщила сейсмостанция Южно-Сахалинск. Ни в первом землетрясении, ни при повторных толчках жертв и пострадавших нет. Глубина его была порядка 15 километров и магнитуда в эпицентре 5,8. Данное землетрясение ощущалось на территории шести муниципальных образований острова Сахалин. Это центральных и северных городских округов. Комиссиями по чечению ситуации муниципальных образований было организовано обследование территории населенных пунктов. По результату обследования установлено, что все объекты ТЭК и ЖКХ работают в штатном режиме. Свет, вода есть.